возвращаемся к нашим баранам и ледышкам тоже долетели черный ящик разобрать ее нахрен и давайте что там у нас до принято понятно всем давайте изучать его изучаем черные ящики все изучаем нахрен у нас всего полно это так прекрасно и непривычно что обосраться можно от счастья и мы открыли с вами крио центр да куда я госпиталь ставил вот у меня больничка а сюда не влезешь о о нам нужен второй госпиталь и крио центр так надо подумать как его поставить так чтобы было эффективно сколько он блоков 3 там у меня свободных 2 можно все подвинуть было бы но нет видите да все плохо у меня тут с блоками то моими и железные склады никуда не деть ну вот сюда можно поставить нам получается дырка в 9 площадью 9 блоков дырка получается вот вопрос что мне с этой дыркой делать что я могу до поставим куда дом поставить кстати да нормальная дырка мне нравится давайте дом туда в эту дырку прям прям в дырку его криво центр будет жить здесь а здесь будет жить дом сразу его закажем отлично встал туда дом надо что-то с этими складами делать у меня тут какое-то не особо эффективное место получается и у здесь два блока меня смущает прям бесит меня сильно очень а и вопрос у меня я строительный цех если разнесу да мне сейчас проверю да все давай уже если я тебя разнесу о он моментально убивается там у меня получается два вот так например на этот склад уже никуда не деть да его можно только подвинуть надо короче как-то здесь поэффективнее распорядиться свободным пространством еще процессоры нужны кстати ох ваши эти процессоры алё алё принято спасибо до свидания чё у нас тут разобрали разобрали зонтус не достроен немножечко надо построить зонтус построим сейчас будем дальше риски добывать я думаю что надо выходить в исследование фабрики полимеров и фабрики электроники наверное даже электроника важнее полимеров но в любом случае надо и то и другое аккумуляторы пока вообще не важны аккумуляторы в последний момент сделаем если мне удастся поместить сюда все фабрики это было бы просто прекрасно и зяблики повремените с зябликами не надо пока их размораживать пусть сидят у себя там в криогенных капсулах вот никак я не хочу тебя открывать чувак еще 40 человек туда блин это тащить дерьмо но с другой стороны если открыть тот шлюз туда можно унести все производство все производство еды туда увести можно чё еще туда можно увести туда можно увести лабу освободи здесь место под фабрику какую-нибудь ну то есть короче чё-нибудь да можно увести а лаба требовала процессор кстати или нет где она у меня была нет она жрела только металл следовательно она разберется прям без проблем и вот у нас есть теперь фабрика полимеров она довольно маленькая но я дождусь пока мы откроем фабрику электроники чтобы относительно и размера произвести строительство такой план у меня если она вот сюда влезет жопой к складу будет просто идеально это было бы просто в я не знаю божественно до сто процентов фирма у нас много прям хорошо прям 300 уже 400 почти так что железом проблемы пока не виднеются на горизонте да давай следуй уже скорее мне не терпится уже наконец это увидеть хочется сильно у нас пока условия оптимальные и у нас уже один сука пробудился ты посмотри на него а уже один дармоед есть у меня тварь какая гадина у этого сука ненавижу их уроды бесполезные твари куски дерьма мешки с кожей и органами колонисты черт их дерь и ну чё там 87 процентов давайте а у меня хватит вообще у меня одна от 1 очко у меня нету очка у меня больше так дрончик ус давай очки искать будем мы сейчас с тобой вот тут что то есть тихо а чё нельзя и то и другое то пытался и рыбку съесть и на очки науки и заработать но не получилось у меня нужно самые эффективные в мире точки интереса ведь это либо то либо другое ну что за херня ладно давайте очки науки сначала вот тут где то есть да где ты я чувствую как ты дышишь о лети распространяйся до очки нужны нам очень сильно нужны доступно 8 7 энергии с энергии проблем нет вот что значит видите нету второго грёбаного сектора на барабанья привет корпус нет уехать от земли не получится потому что все заскриптовано на хрен зондирование завершено венеру обнаружили летим к венере надеюсь там будут какие-то исследования и я по моему кстати в прошлый раз не открыл когда мы были здесь так что сейчас будет какой-то новая новая информация должна быть на венере то у меня о как хорошо с одним отсеком то прямо у меня очень нравится чуть-чуть не хватило чуть-чуть не хватило исследований да по так значит что мы а слушайте нет я открывал да 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 модернизировать сборку и она даст нам по моему полимеры там в каком-то нормальном количестве кстати так что давайте ее модернизировать но вот исследование очков что-то как-то там не получилось забрать ладно давайте дрончик еще один сделаем нужен очень дрончик мне тут на базе все пока неплохо еды полно дерьма полно все полно всего полно везут уже везут они ресурсы мои и зонды готов давайте искать новые точки интереса вот тут например ждем пока дрон доберется до места я надеюсь там будут новые очки нафига оплот они же генерят полимеры по 10 за какое-то количество циклов ее по моему потом можно же разобрать когда она перестанет давать ну да кстати стали виды прав маловато но я могу запустить и вы стали будет нормально заводик делай вещи у нас ее куча должно быть о на марсе человечинка образовалась да блин опять иди в зяблики сраны ладно зяблики пускай у меня копятся там по моему у них будет дебаф если их будет больше 250 насколько мне помнится по доверию значит их надо будет размораживать уродцев этих долбаных так вот лично еще двадцать пять козлов разделились этот полетел ресурсы срочно забрать их нахрен быстрее и мы исследовали до 95 6 7 давай уже давай скорее и у нас осталось получается только красотулечка и аккумулятор к ну я даже не знаю на самом деле давай с аккумуляторов начнем они все равно нужны мышь когда сделаем второй отсек надо будет заряжаться и сталь пошла вверх давай галилей топай к марсу заметили да название у корабля другое у меня там был другой корабль француз какой-то насколько я помню а теперь галилей да между прочим ученый вроде бы вот и зяблики подъехали это уже сгрузили видите все нормально можно начинать размораживать у нас пока сто два давайте размораживать до тех пор пока у меня производство пищи не упадет дам до ста пяти процентов например вот давайте смотреть она пока динамически не меняется может быть надо мышкой теребонька это вроде нет смотрите не меняется а чё за фигня хоть на процентик бы уменьшалась как она рассчитывает интересно бы знать уже сто она одна сломалась тут нормально все начало ломаться отремонтировать сооружение ферма конечно ты чё ремонтируете вы чё обалдели что ли надо все ремонтировать так на 5 ферм меня в принципе пока устраивает пусть зяблики разбораживаются я посмотрю что там с марсом привет вы марка вот не нашли замерзшего за цикл считает то есть надо подождать обновление цикла да но тогда понятно о 119 уже смотрите сейчас цикл пройдет все еще 119 так давай-ка все хорош все хорош так исследовать хранилище смотреть прочесать подготовить площадку к сбору ресурсов но не знаю на самом деле вот чё надо лучше делать то здесь давайте начнем с мелкого а потом разберем ее нахрен сани деда мороза что и деда мороза это не я сделал а нормально глюк из-за забитости ну подожди это не глюк а она правильно посчитала 119 так что я думаю это не глюк блин опять эти лакомые кусочки а чё больше нельзя ничего поделать что ли о венера сделала нам 10 полимеров кстати ребята их почему-то упорно игнорируют никто туда не летит ну и в жопу их тогда пусть идут они и вот нашу а чёрт вот дерьмо а вот я знал что так будет я наделся я на нет подожди не то при разморозке забликов поставь галочку на рабочих серьезно твою мать о боже мой ты спас мне жизнь варлинг а как я ее раньше ты не увидел эту галочку а так смотрите у нас что-то получается я могу воткнуть это говно сюда а это вот а он шесть до квадратиков не могу я тогда нихрена в таком случае можно склад вот этот склад поставить здесь а можно тебя развернуть то да и в общем то не обязательно да ты удались здесь у нас вот это куда вы перенесете то у меня складов то в общем то уже и нет 39 а куда уезжает моя сталь 12 ам я что-то не вижу склад подстали еще один действие осталось куда они увезли ты 99 я в глаза короче долблюсь где склад со сталью кто видит я не вижу только не говорите что вы сюда увезли да нет вот говно нафига я двигать сейчас вот это поставим вот это уберем и сюда влезет длинная какафония по производству вот вот это фабрика оооо проблема хьюстон у нас проблем у меня склад то надо чтобы был развернут другое место подождите его надо развернуть мордой вверх вот так вот теперь он нормально должен стать эту сюда и получается вот у нас последняя фабрика остаться скоро можно поставить здесь например или вот здесь например ими вот это место на самом деле даже больше нравится да 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 подожди ты отвлекает она вечно меня чем мне еще надо будет поставить к стене а ничего поэтому да добро пожаловать варлинг бог он только что спас не одну жизнь римпак привет мое почтение собравшийся публики а синоптик спасибо тебе я понял он и твою жопу тоже спас да ха-ха-ха-ха прикинь да какая инфа а я в я реально даже вообще не обратил внимание на этой гребаной галки посмотри а все было просто все было очень просто можно даже максимальную численность смотрите можно сделать 250 человек например и включить и даже может даже вот чисто пожать давайте 210 вот просто проверим вот она сейчас сделает разморозила и все и чё она остановится интересно или нет у нас сейчас 210 жоп значит людских вопрос блин это был не тот ответ который я ждал слушайте она продолжает размораживать а как ты продолжаешь когда у нас население не увели а чё за бред подождите вот у меня максимальная численность 210 у нас реально сейчас 210 человек при этом 8 неработающих уродов но это ладно 211 по-моему она не останавливается да что-то как-то все поломалось отбой кто-то помер а во время аварии о и прочность сразу взад пошла из-за поврежденных сооружений из-за открытых секторов а вроде из-за смерти и нету дебафа но сейчас они починят по идее в плюс пойдем да да и нет а кстати я забыл у меня склад то там стынет не строится ни хрена забыл дорогу к нему провести вот я молодец конечно да может 210 рабочих думаешь он остальных делал а смотри неработающие 9 интересно как это работает подожди максимальная численность в секторе слушай по моему это не то на варлинг не спас нас нашу жопу он она все делает короче по моему это просто я не знаю короче как это работает он все равно делает ну-ка ноль короче вот смотрите у меня сейчас 212 чуваков 10 неработающих уродов включаем процесс смотрим на неработающих видали 11 это фильтр ребята это не то все начинай плакать синоптик я сейчас рыдаю вместе с тобой если ты меня слышишь понимаешь вот можно рыдать начинай короче да у нас внезапно все железо куда-то съелось в эти стройки бесконечные так как дела на ближайших складах недостаточно кремня да насрать вырубайся пока мы не паримся насчет этого будут будет кремень вот и все остальное у нас тоже будет а для того чтобы это было у нас нужно построить зикурат который зонт да вот и у меня грусть тоже прикинь а я так надеялся я так верил что это вот этот квадратик решит все мои проблемы в этой игре тихера он держал не решил он только подставил больше говно так а здесь у нас хранится это какафония да нормально опять что-то развалилась где на этот раз на заводе по производству металлов да это понятно катамаунт что можно распределять но я бы хотел чтобы она целенаправленно уточняла у этих зябликов чем он заниматься собирается когда проснется но видимо это так не работает они так и будут генерировать мне и тех козлов и этих козлов так что мне придется только смириться с этой утратой контроля над пельмешками на что именно оплот я не вижу чё ты там написал так что извиняй напиши еще раз это тоже вырубаем все у меня теперь есть полный цикл производства вот но у меня нету стали сейчас она насчет копиться когда все склады построят уже наконец-то и у нас смотрите и как мало стало надо срочно зонди зонди должен помогать так здесь есть железо и лед здесь есть полимеры а я бы хотел железо и полимеры найти что такое аж да детка и то и другое мне очень надо наконец-то наш буровик хоть поработает он уж там наверно водород а точно да водород на обращение к тебе написал что это количество столько он должен да я не увидел аплод я же ведь я же ведь сконцентрирован на экране понимаешь у меня додумаешь чат тоже перед экраном мне нужно совершать сложные манипуляции с моей шеи чтобы увидеть чат так что да не все так просто как хотелось бы милика спасибо тебе увеличь карту что мучаешься при разведке так мне я это больше контроль я ей ложу понимаешь я теребоньку чё у нас там по планетам с марса мы а подождите мы что-то не забрали или забрали или ты все еще забираешь класс видали чё я а как она так не забрала то тварь ишь ты ладно буровик поехал развлекаться это прекрасно мне нужен еще один вот этот зекуратный то мой у меня пока есть полимеры будем добывать железом проблемы конечно начинаются уже еще только в нашей солнечной системе железом уже какая-то началась фирма мало 100 200 у меня 200 там сколько-то 20 что ли один завод конечно медленно работает не знаю кого ускорить можно но он медленный гад такой у нас 13 исследовательских пакетов чё можно во что мы пойдем даже нам надо все изучать чё чё выпендриваться идем в памятники которые никогда не будут поставлены здесь потому что у меня нет места вот я за корпус парюсь смотрите он вроде если бы в минус идет тварь хотя вроде она кушает мое железо но видимо его недостаточно он визит что происходит она вроде держится в плюсе потом вот он сейчас перестает опять идет в минус короче я не понимаю как это работает но вроде чинит потихоньку но не так чтобы прям супер быстро ладно о ресурсы плывут фирм едет к нам ребята а вы чё там у вас папа этим то вот так сделаем так же короче рейсики рейсики второстепенное самое важное у нас люди кай хотя такое себе эти люди меня плюс еще сверхурочные пошли чё можно вырубить то наверное наверное не знаю что можно еду пока тормозный чтобы по еде у нас 119 давай еду вырубим два этих все условия оптимальные сейчас исследование закончится можно будет уже развлекаться и добро пожаловать аккумуляторы о как они отлично сюда встали гляньте-ка сколько они стоят кстати 80 будет стоить ну ладно аккумуляторы один хрен нужны я их я их буду строить полностью ребята возят как не в себя все возят слушать эфиром то добываешь не фирма вот этот вот силикониум мать его наверно добывает зондик давай искать что-нибудь вот тут что то есть водородикус которая пока даже не понимаю куда деть да ё-моё о тихо вот лети сюда и новый строите мне опять тихо нет только не тикун сейчас бы я полетел куда-нибудь все еды все равно полно нормально все по еде не у нас не перерабатывают вроде даже ребятки и вроде корпус даже почти 700 это хорошо это хорошо и аккумулятор заряжается как скотина гляньте к о юпитер привет ты там закончил на марсе на своем давай к юпитеру ехали юпитер нашли товарищи на аресы к нам приходит только они приходят в маленьких количествах если у меня потребление вот этого ублюдка уже настолько большое то блин ну это реально какой-то фрост панк который постоянно потребляет что-то я же охренею их искать эти ресы рейсики пердесики они бесят меня сильно у меня один завод не справляет надо второй ставить а где людей взять половина мудаки черт да это игра определенно стоит внимание так мы уже у юпитера чё там происходит а я это помню это про гефеста да это про гефеста истории прохладные но они до сих пор еще не привезли мне процессорные вещи прекрасные я хочу полимеры по а у меня их сотка полимеров и здесь еще в запасе 24 это наверно все венера мне дает восстановленные объекты ста счет больше не будет производить ресурсы а можно его разобрать а можно его как-то вот расхерачить боевого телу реческая это свойство планеты видимо походу нельзя разобрать это все варлинг нет тебе прощения извини я не играть в эту игру это было мое предположение так что дермоедов на ближайшую планету высаживай как пираты на острова я уже понял я уже понял до варлинг но блин это было очень близко да мы бы хотели но нет но нет меня опять на юпитере куча зябликов не знаю куда их девать так водород дикус о давай дотянись где она вот она видимо еще одна планета опять с людишками а я бы хотел исследовательские пакетики ладно летим туда железом пока проблем особо нет и дайте мне еще один зикурат они птунты в прошлый раз не находил но надо в дальних планетах я точно не был вот прям стопуду это по-моему была вот юпитер это была самая дальняя а чё такое в смысле я же тебя назначил вывести а это икси он катать будем да 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 вот мы вывезли икси он и на этом по-моему моя и мое исследование здесь закончилось в этот раз мы его ставить не будем на корабль мы будем здесь выковыривать все что только сможем найти не ли не бедает я не буду специально галку ставить а в прошлый раз так лишился всех полимеров поэтому лучше контролить понимаешь лучше я буду контролить моих мои декураты чего обосрусь с полимер чеками так давайте искать рисики рисики у на парашюты для сброса зябликов с корабля давай взбрасывать их без парашютов про горе нахрен им парашюты они бесит меня смотри на 5 вон 11 неработающих колонисты черт бы их подрал ох как-то долго генерируешь свои эти очки лаборатория конечно то еще издевательство на самом деле 1 1 очков 30 циклов она производит и и можно было бы на это положиться если бы если бы на меня давали например строить 10 лабораторий или 30 тогда у нас был один бы в цикл получается но они к сожалению не дают видите они сделали лабораторию только одну возможность построить все предусмотрели суки чтобы не было абузеров так уранчику с нашли класс урана мне нужен да трицепс ввези свой взад подождите а мне нужен там еще исследователь или нет мне почему-то эта игра напоминает поле битвы земля я не знаю почему смотрели такой фильм старый-старый получил кучу о привет это мне очень надо был такой фильм если кто не знает сейчас будет офф топ так это не туда надо нажимать на поле битвы земля получил кучу золотых малины вовсе обосрали но говорят что это заказал лукас чтобы он не обошел его по звездным войнам чуваки хотели сделать свою вселенную и на мой взгляд неплохой кстати фильм да да он немножко абсурдный сейчас но в целом мне нравится гляньте если не смотрели ах ты тварь я ненавижу к так происходит так вывозим иксиона это конечно а ты чё везешь один из одного что ты везешь тварь это он и везет так как тебя зовут-то отец что-то везет ну ладно да-да словесин там траволта да это про него он конечно там тот еще урод но он играет круто так мне нужен еще один зонди мало ресиков мне нужно больше ресиков сейчас еще надо урана обнюхать но я не могу вот это бесит сильно меня почему я не могу полететь я хочу полететь она не дает мне полететь она говорит что я галилея я дебил я привязан вот наконец-то пошла буксировка иксиона наверно хотя он может просто мимо полетел короче это очень тупо жопа жопа ладно будем ждать не проблема или мы бы не будем ждать мне надо сюда прилететь по моему на тикуне вот чем проблема ладно давай к земле маневр что там аккумуя справляетесь ребятки вроде справляются я тогда по моему долетел из двумя то без проблем правда прочность корпуса страдает ни хера не работает я насколько я понимаю пока идет движение нашей вот этой вот летающие какашечки круглые лети короче на свой юпитер сраный о ресурсусы вот куда этот козел полетела я думаю куда ты делся он пошел добывать мне ресурсики но ничего сейчас на юпитер прилетим быстренько этот иксион себе в задницу вставим и будем радоваться как у вас дела ребята сейчас энергия кончится через три два один фонарики включаем мы уже почти долетели все долетели он нам даже свет уже включился замечательно прочность корпуса что-то не очень меня радует все еще так по железу все отлично железо у нас имеется а вот другие ресурсы что-то не таскаются а еще кстати надо бы знаете что построить оно какого размера то вообще говно размер надо поставить склады для держания внутри их вот эту вещь вот слушай я не пойму я че в чате забанен че не пишу все блочится серьезно миролил а че ты пишешь ну-ка напиши еще раз ничего ты не забанен должен быть тебя может бот кикнул но вроде не банить у него такого нету спасибо тебе за поддержку напиши еще раз что-нибудь что-нибудь на тех обслуживание гадина так устанавливаем на тикун через три циклика и правда не видно ни хрена так я пошел да продолжаем у меня что-то опять сломалось здесь о даргат пасиб за эликсиртус ох че там че там блин там ничего она моргает как будто есть события а события нету обманщики падлы миролил можешь перейти на вк-лайф там же мы тоже в эфире по-любому там заработает все ха-ха да забайтил да заби если что буду писать то спасибо тебе да так мы восстановили функцию двигателей вахля для прыжков и мы естественно не будем ими пользоваться так сейчас я тут почитаю завершаем разобрать лишнее оборудование потом пойдем на уранчик алё вас не слышно перезвоните попозже до свидания мы это уже видели слышали и понимали так что это не интересно да блин сколько же этих уродцев у меня дебафик не дает пока не дает но доверия уже плюс один и один маловато будет надо бы им все таки как-то парк поставить куда-нибудь вопрос только куда блин а так до 700 и не доходим прикиньте жопа какая-то так что у нас там осталось у нас осталось последний центр альтернативной жизни и мы выйдем на второй уровень исследований ну а вот и рейсики подъехали вместе с едой кстати давай на уранчикус поехали уран смотреть и зондикус мой сейчас поедет тоже что там есть еще какие-нибудь вкусные вещи о есть смотрите вот оно иди сюда не сразу новый давайте заказывать что там давай уранчик так вот здесь мы уже не были никогда наши приборы засекли атомальные термические явления на поверхности урана на таком расстоянии мы не можем определить характер источника диспетчер прием мы нашли дерево непонятно как оно выжило в этой среде такого мне еще не доводилось видеть это просто обостраться как круто хотя дерево кажется довольно быстро сбрасывает листья они почти мгновенно восстанавливаются кристаллизуясь на ветвях корневая структура кажется уходит глубоко в землю надеюсь вы получите изображение все это похоже на сон серьезно сука я нашел на уране дерево ооо повалить дерево протокол на оме да пошел ты в жопу со своим протоколом провести экологический анализ повалить дерево вы че дебилы что ли вы надели на уране дерево это же нахрен величайшее открытие человечества после вахля двигателя конечно же ооо прикольная история с деревом мне нравится и тут еще будет какая-то планетка я полагаю так как у нас там с рисиками дела по идее у нас уже не очень все хорошо 71,4 потребности хотя вроде как мы в плюсе так когда было проанализировано несколько образцов дерева выяснилось что оно почти полностью съедобно ни хера себе его корни листья и плоды можно употреблять в пищу образцы ДНК РНК в смысле указывают на то что дерево появилось на свет в результате масштабных биоинженерных экспериментов неизвестно как оно здесь выросло и кто его мог посадить прикиньте а так можно собрать съедобные части дерева и давайте это сделаем хотя может повалить не знаю может оно теперь мы его поедим сейчас а у нас потом лицехват в пузе да вот это будет весело вот я пара о Нептунчик открыли привет Нептунчик так и давайте сразу тогда еще летать куда-нибудь есть еще какие-нибудь планеты которые я не открыл ну конечно же есть или может это не планета вообще о гляньте-ка это Меркурий да Меркурий он же самая близкая планета к солнцу мы сейчас на Меркурий летим и я хочу естественно себе новые да я не буду ставить галку на автопроизводство не уговаривайте меня ну давай уренчик расскажи какие-то секреты алё 25 еды блин ну а может не надо его нет команда корабля подготовила ресурсы а почему мы его надо взрывать то я не пойму ну давай чисто поржать мне же я же хочу посмотреть что будет космический дебошир космический дровосек да ты угораешь еще планетка вот тут прям близко улети давай близко близко к юпитеру находится у нас пояс астероидов оуууу гляньте-ка мы перехватили сигнал который передается на частоте долл его сигнатура говорит о наличии промышленного предприятия по добыче полезных ископаемых Класс мы сможем немножко рейсиков пособирать да это не его своего словесина Чё ты начинаешь? Вы его и не ели на тире эти, как их, Нави, мать их. На тире это подружка главного героя, да. Скоро выйдет второй, третий, пятый, двадцать пятый аватары, кстати. Готовьтесь. Готовьтесь ставить лайки Кэмерону. И надеюсь, он ещё не забыл, как кино снимать. Вот будет обидно, если он обсирится. Вы куда, ребята, летаете-то? А, вот он расковырял там рейсики мне. Рейсики мои. Класс. Ну давай уже скорее. Хочу узнать всё. Сейчас опа, там ещё двести пятьдесят миллиардов исследований сделается. Можно его себе забрать? Пусть оно растёт на корабле, делает бесконечную еду, а? Лайфхак. Так, когда дерево рухнуло, под его корнями была найдена закопанная табличка. Дерево вместе создали. Андре Баржавиль и Рабия Ньюконт. Когда присоединились к Штангитам, сука, господи боже, они даровали своё творение человечеству в надежде, что оно простит корпорации Долос, хотя бы часть злодеяний. Команда корабля Галилей повалила дерево и подготовила полученные ресурсы к транспортировке. Ну и нахер мы его разломали. Зато мы узнали, кто его посадил, да? Ну, типа, нет худо без добра. Или добра без худо, я не знаю. Ну, в общем, короче, да. Я думаю, сначала мы пойдём вот сюда. Он поближе же будет. А Зондикус где мой? Надо ещё Зондикус. Тут поди полно ресурсов, которые я буду высасывать. Высасывать. Как? Как высасыватель? О, у меня госпиталь навернулся. А, ясно. Инцидент. Произошёл инцидент в госпитале. Возможно, какой-то дед обосрался прямо в штаны. И это был я. Ну, чё там? Алло. Мы полагаем, что на установке Стэнфорда это вот эта херня. Мы найдём много материалов, полезных для станции Тикун и его экипажа. Но чтобы достать их, потребуется разобрать элементы конструкции. Мы нашли центр управления, но он в закрытом шлюзе, на который по трафарету нанесена эмблема ООН. Под ней оставлено сообщение на каком-то неизвестном языке. Мы понятия не имеем, что в нём, но здесь ещё нарисован знак спирали. Да-ка, это ксеноморфы. Чё вы? Расслабьтесь. Так, пробить вход в центр управления. Конечно, давай, пробивай. Блин, слушайте, ООН в этой игре они какие-то реально агрессивные сукины дети. Они прям психи какие-то сраные. Ну, за едой поехали. У нас её и так полно. Ну, пускай. Много еды не будет. Классно, что разрабы сделали возможность хранить бесконечное количество ресурсов, я надеюсь. А, нет, оно не бесконечное. На складах. Вот на этих. И оно не бесконечное. Прикиньте, какая обидка меня сейчас настигла. И всё из-за зябликов. Блинчики. Так, ну, мы можем освободить. Что можем освободить? Во-первых, мы можем построить... А, у нас уже построился. Ладно, строитесь пока, у меня там полно их. И всё-таки я нажал на это. Нажал. Можно, говорит, изучить новые изучения. Что улучшения? О, понеслась! Жопа! Падла! Давайте в жилой комплекс пойдём. 60. Да, 60. В центре управления было обнаружено несколько тел бывших сотрудников Долас. Изучив опознавательные ярлыки, утверждает, что среди трупов мог быть родственник кого? Брухильды... Вот этой Брухильды... Член экипажа просит вернуть тела на борт Тикуна, изучить ведомость работников центра и узнать, есть ли какие-либо связи между погибшими членами нынешнего экипажа Тикуна. По предварительным результатам психоаналитической профилирования, сука, демонстрирует поведение, характерное для синдрома мертвой земли. Так. Команда корабля переместит тела на борт Тикуна, ведомость работников будет представлена членом экипажа или команда корабля Галилей покинет сооружение и не тронет дохлых людей. Надо почтить память умерших. Да, надо бы. А чё это я не собрал на Меркурии? Серьёзно? Вот дерьмо. Неудобно получилось как-то. Ещё Нептун у меня стынет там. Так, есть ещё-то что-нибудь? Должно же быть. Ну, конечно, вот-а. Вот-а-вот-а-вот-а. Ага. Привет. Сейчас мы найдём, походу, Сатурн, товарищи. Вроде бы там Сатурн должен быть такой весь с колечками. Красивый. Сатурн, мать его. Да. Блин, реально, ресурсов здесь полно. Хоть отдельный этот делает для складов. Сектор. Классно. Между членами экипажа корабля Галилей завязался спор по поводу транспортировки тел и оборудования информации из ведомости. Обнародование. Произошла ожесточённая стычка, в результате которой люди погибли. В контрольный центр был разрушен. В живых остался только Брюнхильда. Мать твою, тупая ты, коза. Репатриация. Вернётся на борт Тикуна. Или Брюнхильда встретит смерть в открытом космосе. Мятежники должны быть наказаны, научный корабль будет потерян. Домой едь, дура. Грёбаная тварь. Падла жопа. Вот же скотина. Брюнхильда завалила всех. Ха. Психопатка. А может наоборот. Они все рубились, а Брюнхильда спряталась под стол и поэтому выжила. Да почему плюс 7-то, если было больше? Странный какой-то баланс. Баланс этот странный. Ну ладно, сейчас мы значит подъедем к Меркурии тоже соберём. А потом полетим на Сатурн и Нептун. Так. Ой, куда это я? Тут на каждой грёбаной планете она их съела, думаешь? Вкусно получается. Вкусно было ей. Надеюсь, она новый экипаж не сожрёт. Нет, корабль расширять пока не пора. Это всё дерьмом закончится вонючим. О, у меня уже почему-то плюс 6. Чем, короче, прочнее корпус походу, тем меньше баланса цикл мы получаем. У меня другого предположения нет. Странно, как-то это всё работает. Ну, ладно. О, собрал. Давай на Сатурн. А мы пока зонтиком прозондируем тут что-нибудь. Да ладно, ещё что-то есть. Смотрите. Подожди, а что там за планетка-то ещё осталась? На той же орбите, что Земля. Обосраться. Администратор, согласно алгоритмам, долгое пребывание в одной системе усугубляет синдром. Да, блин, ты бесишь меня. Смотрите, они меня выгоняют. Доверие минус два и один. И куда я тебе поставлю твой любимый? Мне некуда поставить их сраный парк. Понимаете, в чём проблема? Хотя я могу его воткнуть вот сюда. Вместо этих двух ферм мы же в плюсе, правильно? Ноль, говорит она мне. Какого он размера? Ну, иди сюда ты. центр альтернативно. О, влезает, да ладно. Давай, строй это дерьмо. Сейчас мы вас альтернативно всех, всех мы, поле обломков. Здравствуйте, насрать. альтернативно так, на Титане в самом крупном спутнике Сатурна обнаружено сооружение, а я, по-моему, здесь был, да. Алё, алё, ответьте, по-моему, сейчас никто не ответит, там только система какая-то вот обороны, что ли, автоматическая будет струлять в меня, или это было уже в следующей системе, уже запутался нахрен в этих системах. Походу, ребята, пора нам переселяться во второй сектор, а для, значит, для этого нам нужно замутить крио-центр и активировать его. Всё взорвается опять. Так, у нас плюс один доверие, замечательно. Спасибо тебе большое, центр жизни, мать твою. Теперь они могут развлекаться на своём грёбанном корабле и не париться. Так, мы берём вглубь станции и пойдём 15 очков исследований дали. Это хорошо. Если я успею исследовать, у меня 75%, и если я успею исследовать вот эти дома, то мы сможем развесить их, например, сюда, перенести кухню, или вот сюда повесить. Таким образом, мы избавимся от этого гетто и сюда можно будет поставить что-нибудь важное, например, общественный туалет. Ну, или что-то такое. Так, я хочу ещё смотреть, что тут есть. Походу, это была последняя, ребята, точка. да, одни ресурсы остались, видите, да? Нету больше исследовательских пакетов и трупов. Ну, в смысле, леденцов. Лёд мне пока не нужен, а вот это я бы хотел, да, заиметь. Да ладно, ну, можно уже три сразу, нет? Ну, внутри сразу, ну, давай. Ну, ты посмотри на него. Давай. Ой, всё, короче, ладно, я задолбал, с меня уже рука болит и лозит. Классно, мы рады, очень сильно рады. Так, что у нас там ещё из исследований есть? Что относится к жилью? Умные дома есть, оптимизированный жилой комплекс. Организация вмещает до 40 граждан условия средние. А у этой херни условия жизни минимальные. Ну, говно случается, чё тут? Нам оно нужно, понимаете, очень сильно. Дармоедов туда переселить, сам Бог велел. давай Сатурник сделает дело. Учебный центр рано пока делать, нам нечего колонизировать, мы взорвали последние планеты здесь. Вон, у Луны спроси. Попробовать перезапустить систему отопления, пробить лёд. Пробить лёд! Я помню, как я запустил систему отопления, там всё нахер замкнуло, и мы пошли в жопу. Поэтому лёд пробиваем, не топим. Скрипты, которые не помешают мне в моих злодеяниях. О, смотрите, у нас копится кремний, но чё-то его недостаточно. Будет 30, можно будет запустить процесс создания одного процессора. Будет у меня 30-то или нет? Ребятки, вон там 6 везёт. Здесь вообще не видно, сколько 13 везёт. О, сейчас будет 30-ка, да? Здесь ещё 20-ка едет. Классно! Давай выковыривай. 26, 7, 30. Всё, вырубаем это и вырубаем это. Сейчас мы сделаем немножечко процессоров. Можно, конечно, и этот оставить было, но у нас будет сверхурочный, а нам это не надо. У нас они сейчас тоже есть. О! Как-то обидно. Так-то. О, Галилей завершил. Ну-ка. О, видите, два процессора съели и не спалили их. Класс! Скрипты, мать их. давай теперь на Нептун поехали. Это отсюда заберут наши ребята дальнобойщики. И у нас тут открылась сфера, да? Или что там? Вот здесь что-то открылось. Где-то я, куда я это отправлял? Я там елозил где-то вот здесь. Сто железа. Наши системы, короче, древней суперэлитной станции на Тритоне мы нашли. Нам удалось проникнуть на станцию Итака, разработана, разобрана, а от нее почти ничего не осталось. Должны быть местные обитатели когда-то жили роскошно и богато. Это просто гигантская станция. Мы нашли герметизированный отсек, закрытый бронированными взрывозащищенными дверями и обнаружили следы неудачного взлома. Значит, член экипажа под именем Исма Айсо Слауи рекомендует использовать взрывчатку. Ему кажется, это плохая идея. Так, обрушить конструкцию, собрать все, что осталось на станции, использовать взрывчатку, использовать биометрические данные Одиссея, чтобы открыть усиленную дверь. Давай-ка биометрию поиспользуем и хотя бы не разрушим ничего. А то вдруг она развалится и мы тогда вообще ничего не получим. Вот будет обидно очень сильно. Я бы не хотел и они тоже. Так, что там? Лед и резики остались в не очень большом количестве. О! Блин, я потом эту точку не найду. Назад конец ты. Где это было? она была где-то здесь. Я же говорю, вам не найду потом эту сраную точку. Ну, давай. О, да, детка, я дошел эту сраную точку, я молодец. Все, теперь вырубайте нахрен энергичность свою. Так, у нас что там? Процессоры делаются. 8? Чего? В смысле 8? Подожди. Это что такое? Доступный сектор? А, все, я что-то чуть не охерел. Думал, она может по 8 генерит, вот был бы прикол. О, давайте смотреть, что там произошло. Герметизированный отсек с устройством для считывания биометрии можно было открыть только в присутствии Одиссея. В отсеке хранилось много ресурсов необходимых для выживания обитателей станции. Вероятно, были введены протоколы на случай восстановления персонала восстания. И вот, блин, опять эти зеленые синие сукины дети. Ужас, какой вообще кошмар. Все, уже видите, линия по передвижению зябликов активирована. Так, давай в поле обломков летим. Зонт завершил сканирование. Так, давайте врубаем 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 строительство башни. Вот такой офигенной башни, которую некуда поставить мне даже дерьмо. Ну, вот сюда она влезет же, да? Прямо идеально влезает. Нам надо кухню куда-то перенести. Привет, кухня. До свидания. Так, пища, столовая едет вот сюда. И что там у нас еще домик, да? Домик тоже нахрен сносим. И этого, по идее, достаточно будет, чтобы эта штука туда влезла. А, еще дорогу надо снести вот эту на четыре блока. Во. Давайте разбирайте это дерьмо. Пожалуйста, скорее. Я хочу уже эту башню построить. Прикиньте, две башни и все это гетто расселено навсегда. Да, и вот сюда его уже не поставишь. Здесь у меня склады. Тут у меня... А, это что такое? А, это зяблики, да? Ну, можно зябликов перенести, но, по-моему, хриогенный центр требовал как раз... Где он, тварь? Да, он требует три процессора, поэтому, если я его разбомблю, процессоры мне, наверное, не вернут. Или вернут. Мне как-то вот ссыкотно проверять. А я сохранюсь и проверю. Ага. Да, да, да. Это будет весело. Так, ну, вывозим? Не вывозим, я что-то не пойму. Дороги нет, что ли, да? Говорит, что энергии нет. Ну, видимо, дороги тоже. Мой косяк, вывозите. Так. Вот так. И вот так. Вот. Здание моей мечты. И смотрите, у нас открылась дорога в соседний отсек. Идеально вообще. Четко. Четко. Офигенно. Вырубаем завод. Вырубаем вот эту какафонию. И условия наши оптимальны. Ну-ка, посмотрим, что это такое. Похоже больше на огромную, не знаю, башенку с дырками. Ну, ладно, пусть строят. Я на самом деле все-таки хочу вот это попробовать сюда ее поставить. Если снести здесь обычный жилой комплекс и передвинуть вот эту историю, или просто разнести ее временно, сюда поставить вторую башню и снести вот здесь какое-то количество домов и сюда ее перенести зябликов. Вот, пожалуйста, вопрос будет решен. О, ну-ка. А че такое? Капсулы, что ли, с людьми? Оу. Э, фу. Говно какое-то. Там действительно только сортиры до свидания. и никуда не живет. Нормальный дом. Че-то вы паритесь вообще. Ну и ладно. Где мой галилейчик? А, ты уже здесь. Мы изучили и проверили данные несколько раз и подтверждаем наличие обширного поля обломков, которое простирается на несколько тысяч километров. В центре поля находится колоссальная искусственная конструкция. Пусть она и разрушена, текун рядом с ней как букашка. Внезапно. Никаких излучаемых сигналов не обнаружено. Мы определили три области, которые нужно исследовать. Ядро конструкции, вспомогательная конструкция, похожая на остатки разрушенного отгрузочного дока и особенно плотная область поля обломков рядом с ними двумя. Мы рекомендуем проявлять максимальную осторожность, приближаясь к этим областям. Большое количество парящих обломков усложняет навигацию за помехи связи. Корабль «Галилей» с экипажем завис на краю поля обломков к областям, которые нужно исследовать. Так, можно к ядру, можно к доку, зону плотного скопления. Давай ядро зырить. На ядро посмотрим мы немножко. Офигеть, нормально вообще. И тут так никто и не живет, прикиньте. В этих домах нормально, там по 15 человек. А сюда никто не едет, не нравится. Ты глянь на них. Больше нет ресурсов, доступных для добычи? О, правда? Так это мы тебя сейчас исправим. Че ты паришься-то? Вы, ребята, там включайтесь. Блин, сверхурочные. Ладно, давайте мне немножко зябликов поделайте. Чуть-чуть. Чуть-чуть зябликов, чтобы оптимальность была у меня в моем отсеке. Сколько там людей-то мне надо? 215 требуется, доступно 197. Ну да, тут склады еще, конечно, сильно сжирают. Угу. Галерей завершил задачу. При первом рассмотрении гигантская поврежденная конструкция окруженная сводами, оторвавшимися от центральной оси. Своды почти полностью разрушены. На конструкции видны следы взрывчатых веществ, столкновений и выстрелов из неизвестного оружия. Осмотрев еще доступные участки команда корабля Галилей обнаружила полезные ресурсы и возможен дальнейший анализ конструкции, но он займет еще некоторое время дальше исследовать. Блин. Это прикольно. Жалко, нету визуализации, но я так представляю, в башке это прям такие... Ну, прикиньте, в космосе нашли огромную структуру. И она раздолбана, хрен пойми кем, хрен пойми зачем и почему. Куча тел валяется в космосе в невесомости. Очень интересное, я бы сказал, зрелище. Да. Так, ну че там у нас? Как дела? Рабочие 203, это хорошо. 196. Ладно, пойдем зондикус отправим куда-нибудь, может, что найдем интересного. Мне нужны ресики. Не вижу нигде. О, стой, вот. Да. Че у нас по железу? 130, 160. Короче, надо немножко процессоров нафармить. И, в общем-то, у нас, в принципе, все есть. Остальное можно будет сваливать, мне кажется. Я не думаю, что здесь есть еще что-то интересное, кроме железа и вот силикона, который кремний. Галилеюшка, ты где? Вон он. Давайте посмотрим, что происходит. Давай. Там уже вывозят нахрен все, давай, рассказывай мне. О боже, 250 козлов, вы че прикалываетесь? Куда мне их девать-то? Команда корабля провела тщательное обследование, пришла к выводу, что работников площадки успели эвакуировать до разрушения. Судя по найденной униформе и оборудованию с атрибутикой разных организаций, похоже, это сооружение принадлежала ООН. Как ни странно, в одном уединенном месте были найдены мумифицированные тела. Команда не смогла определить причину и исход конфликта, зато добыла полезные ресурсы, они подготовлены к транспортировке. Док, иди, обследуй меня. 250 твою мать зябликов. Понимаете, ребята? У меня их уже больше 200 дома. 300, простите. И это должно дебафить, кстати. Но пока вроде не дебафит. Нет дебафит, смотрите, минус 1, видите, на станции хранится более 250 невскрытых криокапсул. О, тупые, вот тупые. Ну, они же, ну что, они не понимают? Ну, куда я их, сука, поселю? Вы что, дебилы, что ли, совсем? Доверие плюс 1. И мне надо увеличить мое доверие. А куда поставить? Никуда. Да, это сайт квест. Слушай, это задание мы выполнить-то можем, а толку-то? Мне их некуда селить. У меня столько еды нету, у меня столько металла нету. Это ужас какой. Мне их не прокормить. Понимаете? Спасибо, что стримишь через ВК. Теперь могу и на работе стримы смотреть. Спасибо, Андрюх, тебе, что смотришь и поддержал. А вроде можно изучить апгрейд склада. Думаешь, у нас на него ресиков хватит? Я что-то в этом сомневаюсь. Так, склады. Где они у меня? На складах 110 будет, короче, ресурсов храниться на складах. 30 стоит это дело. Старый дом осноси. Народ переедет в новое большое место освободиться. Да, но что туда ставить, Терриан? Парк еще один поставить? Какого он размера вообще? Я просто боюсь, что они если переедут, у них будет еще один дебаф из-за того, что у них дом говно. Вот только это меня смущает на самом деле сейчас. Охереть он здоровенный. Вы что, прикалываетесь? Фига себе. Фига себе. Они все три такие большие. Ну вот если этот район снести, сюда реально парк влезет один. И все, и больше ничего не влезет. Ну давай снесем, это все но тупо жилые комплексы. А парк мне пригодится, чтобы они не психовали. Давайте разносите эти домики. Может на делит можно, нет, нельзя. Приходится вот так мышкой прокликивать каждый сраный дом. До свидания. Вот. Дальше как наш корабль? Алло. Среди обломков в зоне отгрузочного дока найдено много замороженных человеческих останков. Имеющихся данных свидетельствуют о том, имеющиеся, что в этой области произошло нарушение целостности конструкции, быстрая разгерметизация тоже там произошла. Вот дерьмо. Сам док разграблен и разобрана части. Но мы нашли один процессор. Не хочу дальше читать. Давай, зону исследуй теперь. Охренеть, да? Вот так это если представить, тут кино снимай просто. Будет очень крутое кино. На мой взгляд. Ну и чё, какой будем ставить? Памятник совету Мардука, памятник воли генов и памятник луноклизму. Давайте луноклизму. Все ж переживают за то, что мы луну сломали. Давайте его и поставим. Это будет весело. Это дорога в минус. И луноклизм в плюс. Давайте дом этот уже разносите. Там девять металла осталось. Восемь уже. Семь уже. Ну да, тут только резики остались. Мы в принципе все уже разобрали. Мертвая солнечная система, товарищи. Никого не осталось. Один человек где-то не собран был внезапно. А что за бред? А то там еще есть люди, да? Смотрите, у меня 499 из 500. О, все, строим луноклизму парк. Процессоры, конечно, жалко терять на такие вот вещи, но мы можем в принципе запустить вот это предприятие. Оно нам сделает еще пару процессоров. У нас там 80 есть. 75 уже, да. Ну и в принципе доверие должно плюс 2 получить после того я построю этот парк и все будут счастливы. Алло. Повсюду плавают обломки шаттлов. Большинство из них принадлежит ООНа. На некоторых нанесена маркировка ОЧИ-Р. Вопреки многим опасностям, космехологическому напряжению из-за присутствия человеческих трупов команде корабля удалось найти кое-какие полезные ресурсы. Немного стали трупики и 10 исследовательских исследований. Да, слушайте, с этим полем долго возились. Но оно того стоило, да? Куча исследований и зябликов, пельмешки на разморозку. Во, луна срань готова. Практически. Как мои процессоры здесь делаются? Ну, я думаю, что на этом и, собственно, и хватит. Мы сделали просто все тут застроили нахрен. Максимальное использование полезного пространства было мной, значит, использовано. Следующая задача открыть второй сектор и улететь отсюда с безумными глазами в другую систему. И там высасывать ресурсы. Вот такой план. И пока что вырубим зябликов. Ну, их нахрен, у меня уже 260 человеков и еда кончается сильно у меня. Вот. Возможно, кто-то сдохнет скоро. Ну, ничего. Да. Это и папу будет покушечки. орех. Вот. Вот.